Сэкономить можно не только в прихожей. Где и как сэкономить, здесь точно знают. Даже детей научат бережливости. Заменить радиатор, протереть светильник, купить новую лампу. Одним щелчком мышки в игровой форме. Телевизор, плита и другие приборы, на которых мы можем экономить. Тот же холодильник можно, например, отодвинуть от теплой батареи. Как выбрать лампочку, где купить новый счетчик? Задача Центра энергосбережения – информация. Консультировать будут всех. От домохозяек до руководителя предприятий. Банальные вещи, да, уходя, гасить свет, выключая за собой воду, кран и так далее. Это банальные вещи, но это организационные мероприятия, которые наиболее полно показывают реальную вашу экономику энергосбережения. В прошлое уходят не только лампы накаливания. Экономить позволит и бытовая техника. Чайники, утюги, обогреватели. Беречь рубли научат даже с их помощью. Губернатор Ипатов признал – затянуть пояса потуже саратовцам все-таки придется. Экономить нужно всем и везде. Дешевых энергоресурсов больше не будет. Они будут только дорожать. Мы еще застанем нефть и газ, а кто придет после нас, и этого уже не будет. Будущая экономия влетела в копеечку. Новый центр обошелся почти в 5 миллионов рублей. Но специалисты говорят, затраты окупятся. По их словам, в ближайшие годы потребление энергии уменьшится почти в половину. Кристина Трушина, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив. Новости. Новости.